Духовное пробуждение Духовное пробуждение Старец спросил, что там за звук такой? Это самолет. Ой, отвечает старец, закрой-ка окно, чтобы он еще чего доброго сюда не влетел. При том одурении, до которого дошел мир, потихоньку и до этого может докатиться. Разложилось все, семья, просвещение, государственные службы. Они и в ус не дуют, ничего-то в себе не имеют. Старец, а кто виноват в том, что мы дошли до такого состояния? Я говорю вообще, хочу подчеркнуть, до чего дошло безразличие. Пойди в какую-нибудь школу и увидишь, например, и если окна открыты и створки бьются от ветра, то это целое дело, найтись ребенку и закрыть их, чтобы стекла не побились. Будут ртодейничать, глядеть, как окна бьются, мимо ходить, как будто ничего не происходит. И все от того, что безразличие. Один офицер, он был ответственным на складах, рассказывал мне, я страшно мучаюсь, чтобы найти нормального солдата, караулить склад с горючим, чтобы другие его не подожгли, или он сам не бросил по невниманию какого-нибудь окурка. Дух тепло-хладности, мужества нет совсем. Мы в конец испортились. Как нас еще Бог терпит? А раньше какое было достоинство, какое любочестие. В войну 1940 года на границе итальянцы иногда общались с нашими пограничниками и приходили навестить их на греческие заставы. И посмотрите, какое было у греков любочестие. Однажды, когда итальянцы пришли на греческую заставу, греки стали им готовить кофе. Тогда один грек-офицер достает перед ними пачку денег, купюры по 50, по 100 драхм, а тогда деньги имели цену, и бросает их в огонь на растопку, чтобы показать итальянцам, что греческое государство богато. Итальянцы от изумления язык проглотили. Вот это была жертвенность. А сегодня и до нас дошел тот дух, который жил в коммунистических государствах. В России, несмотря на то, что в этом году был урожай, а знаете, какой будет голод? Не пожали пшеницу в свое время, вышли осенью жать. А жнут ли осенью? Да если пшеница не их собственная, то как же они будут о ней болеть и пойдут ее жать. Жизнь у них – одна сплошная принудиловка. У них нет рвения создать что-нибудь, потому что столько лет они не созидали. И с этим расхлябанным духом, который появился с этим равнодушием, все государство пошло ко дну. Идет дождь, а вымолотая пшеница сушится на таку. Им нет до этого дела. Пришло время уходить – уходят, а дождь портит пшеницу. На другой день придут собирать в означенное время то, что осталось. Тогда, как если твоя собственная пшеница лежит на гумне, и начался дождь, разве ты дашь ей пропасть? Спать не будешь, чтобы ее спасти. И тогда от усталости ты будешь чувствовать и радость, и ликование. Безразличие к Богу приводит к безразличию ко всему остальному и приводит к распаду. Вера в Бога – это великое дело. Человек служит Богу, а затем любит своих родителей, свой дом, своих родных, свою работу, свою деревню, свою область, свое государство, свою родину. Тот, кто не любит Бога своей семьи, тот не любит ничего. И естественно, что родины своей он не любит, потому что родина – это большая семья. И я хочу сказать, что все начинается с этого. Человек не верит в Бога и не считается потом ни с родителями, ни с семьей, ни с деревней, ни с родиной. Вот это как раз и хотят сейчас разложить. Для чего и насаждают это состояние расхлябанности. Мне написал один полицейский. Не могу приехать, потому что навалилось много работы. Нас в районе осталось двое, тогда как должно быть восемь. Слышишь, что творится? Нет бы добавить еще двоих, так нет же. Они всего двоих оставляют. Но, к счастью, есть и исключение. Однажды пришел один отец и говорит мне, помоли за моего сына, а то его убьют. Я его сына знал еще малым ребенком, а теперь уже он был в армии на срочной службе. Почему? Я у него спросил, что же случилось. А он говорит, однажды он увидел, что другие солдаты вместо исполнения своих служебных обязанностей играли в карты. Он сделал ему замечание. Его не послушали. Потом он подал на них рапорт. Тогда один из тех, что играли, стал угрожать, что убьет его. Слушай, говорю ему, убить-то он его не убьет. Но я буду молиться, чтобы сына твоего не отдали по трибунал за то, что он не играл в карты. А услышав о другом событии, я сказал, слава Богу, есть еще греки, которые болеют за свою родину. Один летчик, когда турецкие самолеты нарушили границу, попытался их немного обогнать, чтобы сделать фотоснимок в доказательство того, что они нарушили границу. Другой пилот кричал ему по рации, оставь ты его, но тот настаивал и старался. У турка самолет был больше, и летел он быстрее, и вел он самолет очень низко, так что грек, бедный, влетел в море. А есть такие, что только прогулками на самолете занимаются. Вот ведь как отличаются люди друг от друга. Человеку необходимо войти в смысл добра, почувствовать его необходимостью, иначе будет одна сплошная расхлябанность. Попробуй, пошли кого-нибудь из-под палки воевать. Он будет стараться убежать оттуда, да отсюда улизнуть. Однако, поняв, какое зло принесет враг, сам потом пойдет и запишется добровольцем. Сегодня люди вращаются вокруг самих себя. Раньше у меня на родине говорили, если у тебя есть работа, то не оставляй ее на завтра. Если у тебя есть хорошее кушание, то оставь его на завтра, может прийти гость. А сейчас думаю так, работу оставим, может завтра придет кто-нибудь и нам поможет. А хорошее кушание, давай-ка съедим сами сегодня же вечером. Большинство людей сейчас вращаются вокруг себя и думают только о себе самих. Предположим, пошел проливной дождь. Вот увидите, большинство из вас подумают о том, не развешено ли у них белье, и побегут его снимать. Плохого в этом нет, но дальше этого они не идут. Белье, если намокнет, то высохнет снова. А каково тем, кто в это время молотит на таку? Больно ли вам за них? Помолитесь ли вы за них? Или в грозу, когда сверкают молнии? Еще вопрос, найдутся ли пять-шесть душ, чтобы вспомнить о тех бедолагах, что работают на поле, или о тех, кто держит теплицы. То есть человек не думает о другом человеке, не выходит из своего «я», но постоянно вращается вокруг себя самого. Однако, вращаясь вокруг себя, он имеет центром своим себя, а не Христа. Он вне той оси, которая есть Христос. Если человек хочет достигнуть того, чтобы думать о ближнем, то его ум должен быть сначала утвержден во Христе. Тогда он думает о ближнем, а потом думает и о животных, и о всей природе. Его, как бы, радиостанция включена, и как только приходит сигнал, он спешит на помощь. Если же ум его не во Христе, то не работает его сердце. И поэтому он не любит ни Христа, ни ближнего, ни тем более природу, животных, деревья, растения. Если вы будете вести себя так, как сейчас, то как вам дойти до общения с животными, с птицами? Если птица упадет с крыши, то вы будете ее кормить. Но если не упадет, то вы об этом и не подумаете. Я вижу птицы, говорю, надо их, бедных, покормить. Сыплю крошки и водичку ставлю, чтобы они попили. Вижу на деревьях больные ветви, и тут же хочу их обрезать, чтобы они не заразили других ветвей. Или бьется, хлопает дверь, окно, ум мой идет туда. Сегодня, если мне что-то нужно, забуду, но погляжу, не поломалась бы дверь, окно, не было бы какого вреда. О себе, я думаю, между делом. Если кто-то думает и болеет о творениях, то насколько больше он думает о их Творце? Если же человек не ведет себя так, то как он придет в согласие с Богом? И еще. Выходя на улицу, бросьте взгляд вокруг. Может быть, кто-то или по невниманию, или по злобе. Желаю, чтобы никто не делал зла. Может быть, кто-то что-то бросил и занялся огонь, поэтому поглядите. Это тоже относится к духовной области, потому что и в этом взгляде присутствует любовь. Я, когда выхожу из келья, погляжу вниз, погляжу на крышу, понюхаю, не пахнет ли горелым. Другое дело, если у тебя такая вера, что если начнется пожар и ты станешь молиться, то пожар потухнет. Если же такого нет, то надо действовать. И по-человечески. Или, когда слышны громовые раскаты, я прислушиваюсь. Что это? Пушка? Или учения идут? Может быть, что-то подрывают? Туда сразу же направляю ум мой, и я начинаю молиться о происходящем, а с тем, кто безразличен к себе от любви к другим, пребывает великое Божие попечение, и все люди заботятся о нем. Но сегодняшнее поколение это поколение равнодушие. Большинство только для парада и годится. Если что-то случится, то не скажи им, обороняйтесь. Впрочем, ведь и парадов-то сейчас не хотят. Раньше ходили на парады, слушали марши, у них внутри что-то трепетало. Сегодня среди нас есть расхлебность. Конечно, другим народам еще хуже, потому что у них нет идеалов. Видишь ли, у греков есть целая куча недостатков, но есть и дар от Бога, благочестие и удальство. Все-то им праздник. У других народов и слов-то таких нет в словаре. Мы ответственны. Пришел ко мне в келью один атеист до мозга костей. Наговорил всякого, а потом заявляет, я иконобурец. Вот так-так. Начал с того, что ни во что не верил, а дошел аж до иконобурчества. Ах, ты, говорю, безбожник, да коли ты ни во что не веришь, то зачем же говоришь мне, что ты иконобурец? Немного поясним, что такое иконобурчество. Иконобурчество – это ересь, более ста лет, с 726 по 843 год, сотрясавшая Византийскую империю и на время утихшее после Седьмого Вселенского собора, который был в 787 году. Второй этап иконобурчества, начатый императором Львом Пятым Арменином, был прекращен при Святом Патриархе Мефодии в 843 году. Иконобурцами называются люди, которые не воздают чести святым иконам. В то время были даже христиане, которые соглашались с этой ересью. Поэтому старец объясняет, что во время иконобурчества некоторые христиане от чрезмерной ревности впали в прелесть, дошли до другой крайности, но потом церковь расставила все по своим местам. Не было такого, чтобы они не верили. И, между прочим, этот атеист одобрял все сегодняшнее положение вещей. Поругались мы с ним. Да хорошо, говорю, что же это за дела? Судьи боятся судить. Люди подают иски на преступников, но потом исцам угрожают. Им приходится брать иски назад. И кто, в конце концов, всем этим заправляет? Тебе что, нравится такое? Ты одобряешь их? Да ты сам преступник. Зачем ты пришел? А ну, давай отсюда. Так я выгнал его. Старцы спросили, а вы не боитесь, что так говорите? Старец отвечал, а чего мне бояться? Могилу я себе уже выкопал. И если бы не выкопал, то меня беспокоило бы, что кому-то другому придется тратить силы и копать. А сейчас надо будет только несколько жестянок земли бросить. Знаю еще одного безбожника, хулителя, которому дают выступать по телевидению, несмотря на то, что он произнес самые хульные слова на Христа и на Матерь Божию. А церковь молчит и не отлучает этих богохульников. Церкви надо было бы отлучать таких. Отлучение, что ли, жалко? Старец, спрашивали мы, а что они поймут, если их отлучат, раз они все равно ничего не признают? Но, по крайней мере, отвечал старец, будет видно, что церковь выражает свое мнение. А теперь понятно, старец, молчание это все равно, что признавать такое? Да, подтвердил старец Паисий. Один написал что-то хульное о Божьей Матери и все молчали. Говорю одному, не видишь ли, что пишет такой-то? Э-э-э, говорит, а что с ним сделаешь? Замараешься, если свяжешься с ними, боятся говорить. А отчего он испугался, старец, но боится, чтобы про него не написали ничего, чтобы не выставили его перед всеми и терпит хулу на Божью Матерь. Давайте не будем ждать, пока кто-то другой вытащит змею из дыры, чтобы мы остались в покое. Это недостаток любви. Потом человеку начинает двигать расчет, потому и распространен сейчас такой дух. Давайте с таким-то будем в хороших отношениях, чтобы он нас хвалил, а с тем-то давайте дружить, чтобы он нас не опозорил, чтобы нас не считали дурачками, чтобы нам не пасть жертвами. А кто-то молчит от безразличия, промолчу думает, чтобы про меня в газетах не написали. То есть большинство абсолютно безразлично. Сейчас еще что-то маленько начало меняться, а ведь столько времени никто ничего не писал. Давно, много лет назад я накричал на одного человека на Святой Горе. Патриотизма у тебя больно много, сказал он мне тогда. А недавно он приехал, нашел меня и начал. Все разложили, семью, воспитание. Вот тогда пришла моя очередь ответить ему его же словами. Патриотизма, говорю, у тебя больно много. Все это положение дел привело к чему-то плохому и к чему-то хорошему. Плохо то, что даже люди, что-то имевшие внутри себя, стали становиться равнодушными и говорить, разве я смогу изменить ситуацию? А хорошее то, что многие начали задумываться и меняться. Некоторые приезжают, находят меня и стараются найти оправдание какому-то злу, которое они сделали раньше. Это потому, что они задумались. То есть вы хотите сказать, старец, что мы должны всегда исповедовать свою веру? Старец отвечал. Необходимо рассуждение. Есть случаи, когда не нужно говорить вслух. А есть случаи, когда мы должны с дерзновением исповедовать нашу веру, потому что если мы промолчим, то понесем ответственность. В эти трудные годы каждый из нас должен делать то, что возможно по-человечески. А то, что по-человечески невозможно, оставлять на волю Божию. Так наша совесть будет спокойна, потому что мы делали то, что могли. Если мы не противостанем, то поднимутся из могил наши предки. Они столько выстрадали за отечество, а что делаем для него мы? С православной ладой, ее преданием, ее святыми, ее героями воюют сами греки, а мы молчим. Это же страшно. Я сказала одному, почему вы молчите? Куда годится то, что творит такой-то? А он отвечает, а что говорить? Он же весь провонял. Если он весь провонял, то почему вы молчите, всыпьте ему? Ничего подобного, его оставляют в покое. Одному политику я устроил выволочку. Скажи, говорю, я с этим не согласен, это будет по-честному. Ты что же хочешь, чтобы было удобно тебе, а все остальное пусть разоряют? Если христиане не станут исповедниками, не противостанут злу, то разорители обнаглеют еще больше. Если же христиане противостанут, то те еще подумают. Но и теперешние христиане не бойцы. Первые христиане были крепкие орешки, они изменили весь мир. И в византийскую эпоху, если из церкви забирали одну икону, то народ противоставал. Христос претерпел распятие для того, чтобы нам воскреснуть, а мы безразличны. Если церковь молчит, чтобы не вступить в конфликт с государством, если митрополиты молчат, чтобы быть со всеми в хороших отношениях, потому что им помогают с гуманитарными учреждениями и так далее, если святогорцы молчат, чтобы их не лишили экономической помощи, то кто же будет говорить? Я сказала одному гумену, если вам заявят, что прекратят выплаты, тогда вы ответьте, что со своей стороны прекратите страны преимства, чтобы они почесали затылок. Преподаватели богословия тоже сидят тише воды. Мы говорят, государственные служащие лишимся зарплаты, и как потом будем жить. В монастыре, между прочим, еще и на пенсиях подловили. А почему я не хочу брать даже этой скромной пенсии? ОГА. ОГА – это страховое общество для лиц, занимающихся сельскохозяйственной деятельностью. Даже если монах застрахован у них по этой страховке, то это все равно нечестно. Если он у них застрахован как неимущий, тогда да, это делает ему честь. Но зачем его в этой организации страховать? И к чему? Монах оставил большие пенсии, ушел из мира, пришел в монастырь, и опять ему платят пенсию. И до того дойдем, что ради пенсии предадим Христа. Старец, а как быть, если, к примеру, монахиня проработала столько-то лет учительницей, и теперь имеет право на пенсию? Но это еще куда не шло. Но я тебе вот что скажу. Если она и эту пенсию куда-нибудь отдаст, то Христос ей даст хорошую пенсию. Христос веку. отдаст, ất отдаст, верshine пенсии Веку на пенсию